Для рассольника приготовьте соленые огурцы, томаты, сладкий перец, картофель, морковь, лук. Возьмите стакан перловки и залейте кипятком на 15 минут. А пока мы с вами будем резать овощи. Я предпочитаю нарезать овощи кубиком, а картофель брусточками. Я предпочитаю нарезать овощи кубиком, а картофель брусточками. Я предпочитаю нарезать овощи кубиком. На разогретую сковородку наливаем масло и отправляем тушиться все овощи. Хорошо их перемешиваем, чтобы они не сгорели. Тушим на среднем огне. Добавляем 2 столовые ложки томатной пасты. И добавляем 1 столовую ложку сахара. Затем я вливаю 2-3 половника бульона для того, чтобы получился густой. Делаем вот такой густой подлив. Овощи оставляем тушиться на медленном огне минут на 15. А тем временем я вытаскиваю из бульона мясо. Нарезаю картофель брусочками. Вот такими длинненькими. И картофель сразу отправляем в теплый бульон. Тем временем отделяю мясо от костей. Для бульона я обычно беру одну хорошую мозговую косточку. И второй кусочек более мясистый. Например, ребрышки или лопатку. Мясо хорошо измельчаю. И измельченное мясо отправляем также в бульон. В бульоне у нас уже находится перловка и картофель. Картофель с перловкой должны повариться в бульоне. Минут 10 до того, как мы отправим туда заправку. Иначе кислота, которая находится в огурцах, не даст им развариться. И картофель оставится жестким. Теперь отправляем в зажарку. После того, как зажарка отправлена в бульон, его нужно попробовать на соль. И если надо, немного досолить. Вот такой густой наваристый рассольник у нас получается. Приятного аппетита!